Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» 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 КОНЕЦ 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 Я предлагаю пройти на сцену хорошим друзьям, коллегам, много лет сотрудничающим с нашей филармонией Анатолием Ивановичем. Я имею в виду руководство Владимирского академического драматического театра. Просьба пройти на сцену генеральный директор театра Борис Григорьевич Гунин, заместитель директора театра Вера Сергеевна Зинатулина и народный артист профессор Николай Анатольевич Горохов. Милости прошу. Уважаемому Анатолию Ивановичу Антонову, заслуженному деятелю искусства Российской Федерации, художественному руководителю Владимирской областной филармонии, главному дирижеру Владимирского русского оркестра, сердечное поздравление Владимирского театра драмы в день юбилея. В душе у вас все звуки мира, ваш разум верный дирижер, творит немолкнущая лира, звучит оркестр русских хор, «Кто посвящен в такие выси, твердит, все суета-сует, и говорит, что в нотном мире печали нет и боли нет, лишь только всполохи зорницы, лишь только радуги цветы, любви и радости творения, божественно-лучистый цвет. И пусть у вас все будет славно, исключительно заздравно, ежедневно, язычасно, вдохновенно и прекрасно». Автор этого поэтического поздравления Вера Сергеевна. Дорогой Анатолий Иванович, вы знаете, мы уже знакомы столько лет в этом замечательном городе. Я вообще считаю, что у вас не просто оркестр, у вас театр музыки. Поэтому наше дело общее, да, и это общее дело. Поэтому я хотел бы вспомнить, я не буду зачитывать все строки, там вы прочитаете в этой папочке, я только две строки зачитаю. «И дирижерской палочкой и волей так дорог нам Антонов Анатолий». «И вы знаете, много лет назад, когда я познакомился с Анатолием Ивановичем, он тогда был чиновником, работал в Комитете по культуре, и он меня обоял своим интеллигентским пространством. Я еще тогда не знал, что он из дворянского рода. Теперь-то я понимаю, откуда корни, откуда ноги растут. Поэтому в день, в год театра и в год 170-летия театра я хочу вспомнить давно мною написанные четыре строки, но они касаются и вашего замечательного оркестра, и нашего союза. «Верны театру, запуху кулис, за верность эту нам дано богатство, оно в союзе нашем, нашем братстве. Театр – не только сцена, это жизнь!» И последнее. Я хочу преподнести вот эту замечательную скульптурную композицию «Это счастливцев и несчастливцев». Эта композиция, вы видите ее у театра, она единственная в России и, пожалуй, единственная в мире. Такой нет нигде. И поэтому я с удовольствием преподношу эту вам культурную композицию и хочу вам сказать, что автор находится в зале. Игорь Черноглазов! У нас сегодня замечательный авторский вечер. Все авторы на сцене и в зале. Ни тебе из Тель-Авива самолета до Владимира, ни нормальной телеги, ни кошерного вина, была, была, не была. Здравствуйте! Как говорят у нас в Израиле, «Шалом вам, братья!» Это я специально эту фразу выучил. Вообще я из Петербурга. Если кто-то помнит, 9 лет назад, будучи еще молодым человеком, когда на мне сходился этот пиджачок, но я уже не могу даже втянуть живот, я выехал на эту сцену и поздравил оркестр чем? Шимпанским. А сегодня я хочу поздравить Анатолий Иванович вас и тоже шимпанским. Но это еще не все. Вез, храня, как зеница ока, чайник. В народе прозывают лякстрическим. Управляется он по смартфону. Не надо теперь будет вашей жене готовить вам чай. Видит она, загорелся огонь и закипело. Муж скоро будет дома. Я вам хочу сказать, что у меня во многих городах России есть так называемые папы. У меня давно уже нет папы. 14 лет. Поэтому я приезжаю во все города. И у меня там есть моему сердцу близкие мужчины, которые старше меня. Так в этом городе вы понимаете, кого я могу назвать папой. Серьезно. И по традиции, когда я приезжал домой, я всегда папу обнимал. А будьте добры, тележечку вот красивую. Ох, как поехало. Почему я сегодня в таком наряде? Владимирский русский оркестр – это первый оркестр, с которым я пел тогда еврейскую программу. Вы меня объявить вышли? Я в полной пространстве. Я не знаю, тележка проехала рядом буквально. Не знаю, что делать. То ли остаться на сцене, то ли проследовать за тележкой. Нет, объявляйтесь тогда по программе. Хорошо. Если вы не возражаете. Пожалуйста. Композитор Дикапова. Солнышко. В сопровождении русского... Это когда это Дикапова написал Хаванагилу? Когда вы были в дороге из Санкт-Петербурга во Владимир. Хорошо. Поэтому «Солнышко» в сопровождении Владимирского русского оркестра поют Андрей Романов и Георг Энарис. Что-то я вообще не понял. Просто я вне программы. «Солнышко» Солнышко. Солнышко. Субтитры создавал DimaTorzok Я договорился. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Вы знаете, не было бы этого замечательного музыканта и вообще потрясающего человека. Меня вообще везет на потрясающих людей. Не было бы его, если бы с ним рядом не шагала, всю жизнь не поддерживала его вторая половинка. А может быть даже и первая. Это Белла Константиновна. Белла Константиновна. Мы просим вас пройти над шумом. Белла Константиновна Антонова. Белла Константиновна, здесь давайте. Друзья мои, я хочу предложить нашему гостю, замечательному певцу, актеру, импровизатору Олегу Безинских, приехавшего к нам из Санкт-Петербурга. Он еще покажет все свои таланты и все свои вокальные способности. А прежде всего мы пригласили сюда не случайно Беллу Константину. Анатолий Иванович, будьте добры, тоже сюда присоединяйтесь. Потому что эта супружеская пара с недавних пор занимается родословной рода Анатолия Ивановича. И я на этом умолкаю, передаю благодарственное письмо, поздравительное письмо, пришедшее от епископа Кронштадтского из Свято-Троицкого Александра Невской Лавры, где был оркестр в прошлом году в феврале, правильно? И где были наши уважаемые люди, стоящие рядом со мной. Олег, будь добр, зачитай это поздравление. Это пришло от наместника Свято-Троицкой Александра Невской Лавры, викария Санкт-Петербургской епархии, епископа Кронштадтского Назария. Уважаемый Анатолий Иванович, примите самые искренние поздравления и наилучшие пожелания с юбилеем в три четверти века. Вот мы говорим 75, а как красиво сказано, в три четверти века. Вы достойный подражатель своего великого предка, священно-мученика Петра Скипетрова. За вами целое поколение семьи, родных, близких, целая эпоха большой и насыщенной жизни. Вы продолжаете оставаться движущей силой для всех, кто вас знает и любит. Говорят, что 75 – это возраст мудрости, почета, уважения и славы. Пусть этот юбилей ознаменует новый рубеж в жизни, даст старт для новых начинаний, открытий и триумфальных побед. Пусть все самые смелые и невероятные планы осуществляются легко и непринужденно. Вы много и честно работали, и ваш труд стал достойным вкладом в становление и развитие музыкального искусства. Желаем вам обретения гармонии, благополучия, любви и заботы со стороны близких. Пусть каждый день вашей жизни будет ярким и насыщенным. Пусть счастье находится для вас в любых мелочах. Оставайтесь всегда молодым в душе и не теряйте бодрость духа. Крепкого вам здоровья и земных благ. Назарий. Мы с вами поем. Да, вот я думаю, сейчас нам Белла Константина расскажет, легко ли с этим человеком жить. Добрый вечер. Во-первых, спасибо всем присутствующим, что мы сегодня с вами собрались. В первый день Светлой Седмицы, такой прекрасный день. Я вас всех поздравляю с Пасхой. Христос воскресе. Воистину воскресе. Вы знаете, вообще наша жизнь совместная с Анатолием Ивановичем проходит на глазах у всех владимирцев. И в общем-то нас, ну все, наверное, многие, кто ходит особенно сюда в филармонию, многие нас знают и узнают и на улице, и часто мне задают вопрос, какой секрет вашей семейной жизни. И всегда я говорю, нет никакого секрета, потому что как каждый человек индивидуальность, так и семья, каждая индивидуальна. Каждый проживает свою жизнь и повторения не может быть ни в какой семье. Но я твердо уверена, что семья как бы опирается на три составляющие. Это любовь, терпение и мудрость. Ну, любовь свою я встретила, как вы уже поняли, когда приехала из Мурома сюда поступать, во Владимир. Я приехала на первом курсе была, а он был на третьем курсе. Ну, я, конечно, как увидела, глаз положила. И потом не снимала. Нет, конечно, потому что все-таки я приехала с Муромской земли. Муромские девушки все хваткие. Это не как Ивановские. Нет, нет. И все свое я уже не отдам, потому что, конечно, он всегда находится в окружении представительниц прекрасного пола и по сию пору. Но здесь вот и пригодилась терпение и мудрость, которые мне дала Муромская земля. Ну, наша Муромская мама, которая нас воспитала, как правильно надо жить семейной жизнью. И вообще, я всегда говорю так, появились проблемы в семейной жизни, поезжайте в Муром, на Муромскую землю, к Петре и Февронии. Они вам обязательно что-то посоветуют, и вы найдете ответ на свои проблемы. Но вообще, вы знаете, я всегда люблю, вспоминаю стихи, ну, четверостиши такие рубаи, поэта-песенника Николай Дерезо. В коротком жизненном походе, как часто забываем мы, что жизнь принадлежит природе, а нам дается лишь взаймы. Поэтому я всем желаю, живите, любите, радуйтесь жизни, и все у вас будет хорошо. Вот в этом году у нас изумрудные свадьбы. Я даже забыла слово-то такое, то, что я и в глаза не видела изумруды. А, ну, это здесь, у меня нет. Вот, изумрудные свадьбы. И я надеюсь, что нашу изумрудную свадьбу мы отметим в Муроме, в своем городном городе. Ну, все. Спасибо всем. Так, вы со мной будете петь, вот вам цветы. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Мы продолжаем нашу концертную программу. И сейчас я хочу представить мою соведущую по первому отделению. Она обладает еще очень хорошим талантом, талантом вокального исполнения. Итак, для вас поет, естественно, для юбиляра Екатерина Васильева. Аплодисменты. 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 готовится мизансцена, и я с большим удовольствием хочу пригласить на эту сцену Асту Кистениты и Александра Шапошникова. Жаль, что где-то поблизости находится наш гость из Израиля, он бы с удовольствием этот номер тоже бы воспринял, потому что для вас будет исполнено в сопровождении Владимирского русского оркестра инструментальная пьеса «Праздник на Молдаванке». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 КОНЕЦ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. А сейчас вновь песня. Песня в исполнении солистки нашего коллектива, лауреата Всероссийского конкурса Анжелики Ивановой. Песня «Рады» из музыки-кинофильма Евгения Доги «Табор уходит в небо» поёт Анжелика Иванова. Песня «Рады» из музыки-кинофильма Евгения Доги «Табор уходит в небо» поёт Анжелика Ивановой. Песня «Рады» из музыки-кинофильма Евгения Доги «Табор subject» илиัг creatijders勝 들어오ли на фахик校 Дагилюк Снейдей Jessie Песня «Юн Deep SpaceSp Spring» Песня «Рады» из музыки-кинофильма Евгений Доги «Табор уходит в небо» поёт Анжелика Ивановой. Песня «Рады» из музыки-кинофильма Евгений Доги «Табор уходит на сп Dreva» Милому я говорила, не смотри, что я строптива Счастлив будешь ты со мной, хоп-хоп-хоп И забудешь о другой, хоп-хоп-хоп Ай-не-не, ай-не-не, хоп-хоп-хоп И забудешь о другой, хоп-хоп-хоп Хандовэ, я другозынанэй, манфирани, шукаринанэй Лоли и папай, мэщенап, хоп-хоп-хоп И я кроштука, я крошпаде, хоп-хоп-хоп Ай-не-не, ай-не-не, хоп-хоп-хоп И я кроштука, я крошпаде, хоп-хоп-хоп Субтитры создавал DimaTorzok Музыка Евгения Мартынова, стихи Андрея Дементьева А я без Волги не могу Заслуженный артист России Андрей Романов А я без Волги просто не могу Как хорошо малиновую ранью Придти и посидеть на берегу И помолчать, тиши, о молчанье Она своих трудов не замечает Суда качает и ломает лед И ничего зазря не обещает И ничего легко не отдает И ничего зазря не обещает И ничего легко не отдает Как будто бы расслабленная ленью Бежит река без шума, без волны Но я-то знаю, сколько в ней волнения И сколько сил в глубинах тишины Она меня радушно принимает С чем не приду, с обидой или бедой И все она, наверное, понимает Коль грусть моя уносится с водой И все она, наверное, понимает Коль грусть моя уносится с водой А я без Волги просто не могу Как хорошо, малиновую ранью Прийти и посидеть на берегу И помолчать, тиши, о молчанье Куда б меня судьба не заносила Я возвращаюсь к волжским берегам И рада Волга красоту и силу Она волной несет к моим рукам А я без Волги просто не могу А я без Волги просто не могу АПЛОДИСМЕНТЫ Андрей Романов Владимирский русский оркестр Цветы юбиляру АПЛОДИСМЕНТЫ Вот что должность ведущего Связан по рукам и ногам Не дамов не встретить, не проводить Не цветы юбиляру помочь поставить Кошмар Одним словом мы продолжаем нашу праздничную Концертную программу В сопровождении оркестра поет наш гость Из столицы нашей Родины России Встречайте Дмитрий Трапезников АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Как жажду средь мрачных равнин Измену забыть и любовь Но память мой злой властелин Все будет прошедшее вновь Ямщик не гони лошадей Мне некуда больше спешить Мне некого больше любить Ямщик не гони лошадей Все было лишь ложь и обман Прощай и мечты, и покой Но боль незакрывшихся ран Останется вечно со мной Ямщик не гони лошадей Мне некуда больше спешить Мне некого больше любить Ямщик не гони лошадей 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 Щепчеваль Приваси Джастер Так Things В чистом поле, в чистом поле И тайная дума быстрее лечит И сердце мгновенья считая стучит Коворные думы мелькают дорогой И шепчешь невольно, о боже, как долго Ты в столовке поднимится пароход Быстрота разгул, волнение, ожидание, нетерпение Православный веселится наш народ И быстрее шепчешь воли поищиться в чистом поле Ты в столовке поднимится пароход Быстрота разгул, волнение, ожидание, нетерпение Православный веселится наш народ Православный веселится наш народ И быстрее шепчешь воли поищиться в чистом поле И быстрее шепчешь воли поищиться в чистом поле Поищиться в чистом поле Ни воздух, ни зелень страдальца вонят Там ясные очи так ярко горят Так полны блаженства минуты свидания Так сладки надежда и часы расставанья И в словом кипит дымится пароход Дестрота, разгул, волнение, ожидание, нетерпение Православный веселится наш народ И быстрее шепти воли поищиться в чистом поле Дым в словом кипит дымится пароход Дестрота, разгул, волнение, ожидание, нетерпение Православный веселится наш народ Православный веселится наш народ И быстрее шепти воли поищиться в чистом поле И быстрее шепти воли поищиться в чистом поле Поищиться в чистом поле, в чистом поле Анатолий Иванович Из славного города Вязники от Управления культуры Вязниковского района лично от Татьяны Владимировны Маштаковой Анатолию Ивановичу Антонову. А сейчас для вас, милый Владимирский зритель, для юбиляра, разумеется, поет народная артистка России Вера Добролюбова. Два слова буду петь. Милый, дорогой Анатолий Иванович, я уполномочена поздравить от музыкантов и музыкального сообщества с таким замечательным днем. От Ярославской области, в коей я работаю и к ней приписано. От Ивановской области, в коей я живу и тоже приписано. Это адрес официальной директора Ивановской филармонии Ирины Павловны Клиновой. Читать не буду, он огромный, душевный, сердечный. Это вам. И народный художник России Кукулиев звонил и говорил, он еще мальчишка. Передай, пожалуйста, от Палешан огромный привет Владимирской земле в лице Анатолия Ивановича. Побудь со мной. Не уходи, побудь со мною. Здесь так отрадно, так светло. Я поцелуями покрою Уста и очи чьи лук. Я поцелую и покрою Уста и очи и чьи лук. Побудь со мной. Побудь со мной. Не уходи, побудь со мною. Я так давно тебя люблю. Тебя я лаской огневую И обожгу, и утомлю. Не уходи, побудь со мною. Пылает страсть в моей груди. Восторг любви Пождет с тобою. Не уходи, не уходи. Побудь со мной. Восторг любви Восторг любви Нас ждет с тобою. Не уходи, не уходи. Побудь со мной. Побудь со мной. Побудь со мной. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Очарующей лаской твоей Оживаю я сердцем опять. Грезы прежние снова лерею Вновь хочу и любить, и страдать. Поцелуем, дай забвенье, Муки сердца исцели. Пусть умчится прочь сомненье, Поцелуем жизнь возьми. Пусть умчится прочь сомненье, Поцелуем жизнь возьми. Пусть твердит мне рассудок сруны Что разлюбишь, изменишь мне ты Черт твоих мне не сбросить окуны Я в объятья твоей красоты Поцелуй, поцелуй Дай забвение, муки сердца исцели Пусть умчится, бровь сомненье Поцелуем, жизнь возьми Пусть умчится, бровь сомненье Поцелуем, жизнь возьми И хочу наслажденье я страстно Кубок выпить, налитый до дна Поцелуй обнять тебя страстно И сказать, я навеки твое Поцелуй Поцелуй Дай забвение, муки сердца исцели Пусть умчится, бровь сомненье Пусть умчится, бровь сомненье Поцелуй Поцелуй Дело в том Что мы с Вирой Геннадьевной Родились в один день У нее тоже сегодня день рождения Правда, ей долго до моих лет Ну, девочка еще Пускай живет и радует всех С праздником, Вера Спасибо Дорогие мои Вечер подходит к концу Он не может быть бесконечным Поэтому я вызываю на сцену Всех солистов, принимавших участие В сегодняшнем концерте Прошу подключиться вас, милые наши владимирцы Композитор Сидоров Дружба Все вместе Когда простым и нежным взором Ласкаешь ты Дня, мой друг Необычайный Цветным узором Земля и небо Вспыхивают вдруг Веселье, час И боль, разлуки Хочу делить С тобой всегда Давай пожрем Друг другу руки И в дальний путь И вот тогда Тогда дадим Друг другу слово Что будем вместе Вместе навсегда Веселье, час И боль, разлуки Хочу делить С тобой всегда Давай пожрем Давай пожрем Друг другу руки И в дальний путь На долгие года Давай пожрем Друг другу руки И в дальний путь На долгие года АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вам и вашим близким Всего самого доброго До новых встреч Я договорился с нашим 55 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ